В этом видео мы с вами поговорим о том, как подключить почту к вашему сайту, то есть чтобы у вас был, например, почтовый ящик, админ, собачка, ваш сайт.ру. Здесь, опять же, есть несколько вариантов, и это относится не только к хостингу TimeWeb. Вообще, если вы купили хостинг в любом другом месте, вы можете создать почтовые ящики через панель управления хостингом. Обычно это называется или вебмейл, или управление почтой, или так далее. Но я не советую сразу использовать данный вариант, потому что почта, которая дается самим хостерам, она обычно достаточно убогая. Там отсутствуют спам-фильтры обычные, или если есть, то они ужасные, неудобные панели управления этой почтой, и лучше сразу не терять время на это все дело и подключить почту для вашего сайта через какой-нибудь известный сервис, например, Gmail или Яндекс.Почту. То есть у вас будет такой же адрес вашего почтового ящика, как и раньше, то есть, например, админ собачка ваш сайт .ru, но все это будет работать незаметно через Gmail. То есть вы будете заходить прямо в свой почтовый ящик через Gmail и, как обычно, с любым другим почтовым ящиком с ним управляться. Это очень удобно. Там, причем, сразу на вашу службу будет привлечен их спам-фильтр, который хорошо фильтрует спам, и все те удобства, которые дает тот же Gmail. Я буду в этом примере работать именно с Gmail, подключением почты к вашему сайту через Google, но также можно подключить и через Яндекс. Вот если вы обратили внимание, когда мы на WebNames регистрировали домен, здесь внизу есть такой пункт «Яндекс.Почта для домена». И здесь есть инструкции по подключению. Но мы будем подключать Gmail, я считаю, более продвинутый и более удобный. С чего мы начнем? Зайдите в поисковик и введите «Google Apps». Здесь выберите ссылку «Sign up for Google Apps». «Присоединиться к Google Apps». И здесь первое, что нужно сделать, это ввести название нашего доменного имени. Нажимаем «Начало работы». И здесь сразу нужно зарегистрировать администратора для данного аккаунта. Мы, по сути, создаем аккаунт вот в этой системе Google Apps, в которой в том числе можно настроить почту для своего сайта. Я создаю администратора. Здесь введите какой-нибудь свой уже рабочий email ящик на любом сервисе. Ставим галочку и выбираем. И, в принципе, все. Остальные поля можно не заполнять, потому что они необязательные. Нажимаем «Далее». На следующем шаге нам нужно придумать основной email адрес для администратора. То есть, какой он у вас будет. Это может быть Евгений, это может быть админ, еще что-то. Все, что захотите. И здесь придумывайте себе пароль. Далее соглашаемся с условиями. И в моем случае, так как я уже до этого зашел через свой другой адрес SmartNoReply, он мне еще предлагает переключиться теперь на именно вот этот аккаунт. Поэтому я говорю «Войти в другой аккаунт». И у меня открывается аккаунт для адреса админсобачка.baxtercompany.ru именно вот этой службы Google Ads. Теперь нужно все это дело настроить. Настройка занимает, наверное, минут 10, я думаю. И все начинается вот с этого блока, где нужно нажать «Далее». Так, здесь нам говорят, что нужно сначала подтвердить, что мы владелец данного домена. Естественно, что никто просто так вам не даст подключить почту для какого-то известного домена. Поэтому нужно подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этого домена. Нажимаем «Далее». И здесь есть несколько вариантов подтвердить, что вы владелец. Первый – это просто добавить в главную страницу вашего сайта вот такой метатег. Я так и сделаю. Открою главную страницу своего сайта. И вот где-нибудь в области head, где у вас идут метатеги, добавьте этот метатег, сохраните страницу. И обязательно обновите этот файл на сервере. То есть, если мы обновляем файл на сервере, нас файл сделал, сразу спрашивают, что такой файл уже существует, что делать. Мы говорим «перезаписать». То есть, новый перезапишет старый. После того, как это сделано, нажимаем «Подтвердить». Все, он говорит «Поздравляем». Вы подтвердили, идем дальше. Здесь идет настройка пользователей групп. Нажимаю «Далее». То есть, если вам нужны другие e-mail-адреса в вашем домене, то есть, например, менеджер собачка, бакстер-компани, там, спам собачка, бакстер-компани, еще что-то, вы просто через вот этот пункт, по одному, через панель управления администратора, будете добавлять остальные адреса. Я данный шаг пропущу. Мне достаточно пока одного e-mail-адреса. Нажимаю «Далее». Группы тоже мне не нужны, поэтому пропускаю это действие. То есть, чтобы вы представляли, Google Apps, они больше подходят… То есть, этот сервис, он очень хорошо подходит для крупных организаций, где очень много сотрудников, которых можно объединять в такие группы. К каждому из них можно завести адрес вида вашего домена. Но когда у вас просто сайт, и вы один владелец этого сайта, то все это лишнее, и можно это спокойно пропускать. Так, здесь мы идем в «Дополнительные параметры по управлению пользователями». Дальше. Какие службы нам понадобятся? Мне нужна пока только почта, поэтому я оставляю только Gmail. Нажимаем «Далее». Далее идет настройка электронной почты. Выберите вариант «Активация». Нажимаем «Активировать Gmail сейчас». Здесь нам сразу говорят, что нам нужно настроить специальные так называемые MX-записи домена. И предлагают выбрать того хостера, который у нас есть. Но в данном случае нашего хостера здесь нет, поэтому просто выбирайте «Активация». Нажимаем «Далее». И теперь нам говорят, что нам нужно для нашего домена сменить вот эти самые MX-записи. Что это такое? Вкратце расскажу. Вернемся опять же к нашей схеме. Когда вы пишете кому-то письмо на электронный адрес и нажимаете «Отправить», то здесь опять же идет процесс обращения к DNS-серверу, у которого спрашивается, а куда же нужно отправить данное письмо, кто является обработчиком почты для данного домена. Так вот, у каждого домена есть так называемая MX-запись, которая указывает, кто обрабатывает почту для данного домена. И если DNS-сервер смотрит, что для данного домена почту обрабатывает, например, Google, то он отправляет эту почту ему, и Google уже там дальше сам разбирается. Если DNS-сервер видит, что почту обрабатывает, например, сам хостинг, сервер самого хостера, то он отправляет туда. То есть наша сейчас задача поменять вот эту самую MX-запись и прописать, что нашей почтой будет заниматься именно Google. Сделать это очень просто можно. Заходите в панель управления своего хостинга, здесь есть пункт «Настройки DNS», и здесь прямо уже ничего вводить даже не нужно, просто выберите «Почта Google». И у вас MX-запись для этого домена автоматически пропишется на гугловские вот эти сервера. Нажимаем «Сохранить настройки», только не забудьте проследить, что вот здесь у вас стоит именно тот домен, который вам нужен. И после того, как это сделали, возвращаемся к настройке Google Apps. И здесь нажимаем «Далее». Так, здесь они нам говорят, что можно проверить статус прямо сейчас, но, как правило, MX-записи также обновляются не мгновенно, и вот здесь они пишут, что это может занять до 24 часов. Поэтому просто нажмем «Далее». Так, и по сути все. Мы с вами закончили настройку. Дальше уже здесь идут всякие дополнительные возможности. То есть он нам предлагает добавить еще домены, кроме Baxter.com, если у вас есть. Нам это не нужно. Далее. Дополнительные настройки безопасности. Но все это нам не понадобится. Сейчас наша задача следующая. Перейдите в панель управления. Здесь идет некая статистика по вашему домену. И вот здесь самое главное нам дойти вот до этого пункта «Электронная почта» и выбрать «Подключить электронную почту». То есть он здесь говорит, что мы должны были изменить MX-записи. Мы это все уже сделали. И нажимаем «Я выполнил эти действия». Все. Теперь вот здесь должен быть статус. Выполняется обновление. И буквально через несколько часов у вас почта заработает. То есть вы сможете отправить на ящик, который мы создали, админ собачка Baxter Company.ru. В моем случае я смогу отправить туда письмо. И оно придет именно в этот аккаунт. То есть я могу уже даже перейти в этот ящик. А, ну, видимо, еще не активировался. Он мне говорит, что еще аккаунт временно недоступен. Но уже через, буквально я говорю, иногда бывает через 10 минут он уже доступен, иногда несколько часов нужно подождать. Но смысл в том, что вы сможете уже пользоваться таким адресом вашего сайта через сервис Google. То есть можно будет прямо через Gmail даже заходить. Так, теперь вот это руководство нам больше не понадобится. Можно его закрыть. И теперь как добавлять дополнительные аккаунты. Да, если вам понадобятся еще дополнительные ящики, вы просто заходите в свой аккаунт Google Apps, выбираете «Организации пользователей». И вот здесь можно создавать новые аккаунты и управлять уже существующими. Вот по такому принципу подключается почта к вашему сайту через систему Google. Когда запишу последний урок по этому курсу, то я еще обязательно сюда вернусь, посмотрим, активировался ли у нас почтовый ящик или нет. А на этом здесь все. Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...